Очень нравится Ваша книга, спасибо Вам. Скажите, пожалуйста, Вы действительно не любите негров и вообще цветных, или мне показалось? А если не любите, то почему? Вы знаете, главное, чтобы человек был хорош, как уже во всех анекдотах. При этом, какого этот человек цвета, это, собственно, его индивидуальная особенность, которая значения никакого не имеет. Если, скажем, среди моих близких приятелей есть пара человек с тёмным цветом кожи, которые относятся к африканской расе, то это не имеет вообще никакого значения. У людей бывает кожа смуглая, бывает веснущая, бывает тёмная. У них тёмная, ну и что? У них примерно такая, как я в мозге, допустим, крепко загорал. Это не имеет никакого значения. Речь о другом. О том, что мы живём сейчас в эпоху политкорректности, а политкорректность – это расизм наоборот. Это своего рода неорасизм. Если 200 лет назад негров считали за недочеловеков, ими ещё кое-где торговали и так далее, и так далее, то сейчас ситуация обратная. Все абсолютно равны, все абсолютно одинаковы. А чёрным должны воздать больше, потому что раньше они имели меньше. Поэтому, если, допустим, в каком-то ресторанчике в Америке, в Нью-Йорке или в Детройте, неважно, не обслужат, обслуга вся белая, не обслужат чёрного, ресторану конец. Конец его хозяину. Конец его бизнесу. Конец свободе тех, кто посмел это сделать. И грохота будет на всю Америку. Но если в чёрном районе, в ресторанчик, где все чёрные едят и обслуживают, зайдёт белый, и на него демонстративно не обратят внимания, и не дадут ничего, он подожмёт хвост и уйдёт оттуда. А друзья скажут, чёрт дурак, скажи спасибо, что не зарезали. И не будет из этого никакого шума. Вот это называется политкорректностью, вот это называется неорасизмом. И поскольку сегодня ряд представителей народов, которые ещё 200 лет назад были в каменном веке, объявляют себя очень главными, и им всем должны, как, понимаете ли, природный кочевник, товарищ Муаммар Каддафи. Мне глубоко плевать, какую веру он исповедует и какого цвета у него кожа. Это его личное дело. А когда он на африканском конгрессе объявляет, что Африки все должны, то хочется его пришибить, чтобы он не делал подобных заявлений, потому что сам он никто. И его пиар-акции типа «Я буду спать в бедуинском шатре». Тогда, мой дорогой, ты будешь мыть голову мочой верблюда, будешь стрелять из лука со стрелой с каменным наконечником, огонь будешь добывать трением палочек, а слово «телевизор», «радио», «газета», «ботинки», «бельё», «автомат» и прочее забудь вообще. Нет, он хочет всё взять, но при этом подчёркивать, что вот он такой и все ему должны. Вот это то, чего я решительно не могу терпеть. Потому что у нас сейчас, я повторяю, неорасизм, то есть расизм с обратным знаком. Когда в Кандапоге чеченцы зарезали русского парня с криком, что вот русский получили вот так, он был ни к чему не причастен. Он просто был в этом баре, и он был русский. Тут, вы понимаете, рвали рубахи на груди, ничего национального, это на бытовой, на криминальной почве и так далее, и так далее. Если скины забивают там очередного несчастного какого-то торговца, то это, конечно, расовое преступление. Ребят, правильно, это расовое. Только давайте всё судить по единой мере. Если человек любой национальности, религии, цвета кожи, живёт, допустим, в Москве, как нормальный человек, то есть он ведёт себя с ментальностью обитателя Москвы, каковая прежде всего русская и через русское европейская, он никого не задевает, он, я знаю, не плюёт на улицы, он не позволяет себе вот эти жесты, как на Кавказе было, когда деньги кидают на прилавок не глядя, и не потому что тебя презирают, а потому что там хороший тон. А здесь это жлобство и презрение. Не ходи в чужой монастырь со своим уставом. Ты приехал к людям, живи так, как живут они, и люби, райся вон. И если, скажем, вот у меня рядом с домом работают ребята, из Дагестана, там продают карточки телефонные в ларьке, если кто-то вообще посмеет поднять на них руку, то он будет последний негодяй и фашист. Потому что люди зарабатывают на хлеб, как умеют, кормят свои семьи, приносят пользу людям, и никто про них не смеет слова плохого сказать. А когда кто-то начинает, ну, предположим, кто-то один, несколько лет назад, разговаривать на рынке через губу, потому что у него пять киосков и живот над ремнём, и он думает, что он знатный человек, а перед ним кто-то там плохо одет и покупает килограмм картошки. Пшёл бы он туда, откуда приехал. Видеть твою морду не желаю, жлобов нам хватает и своих. Вот примерно так я думаю по этому поводу. Точно так уж как я полагаю, что Обама, наверное, не такой плохой парень, потому что он носит американские часы за 325 долларов. А наши ребята носят исключительно швейцарские от 10 тысяч долларов и выше до неба. Кто из них дикарь, выводы, пожалуйста, делайте сами. Но если бы Обама был не чёрным, а белым, никогда бы те кланы, которые его сделали президентом, его в президенты не потащили. Он никто. За ним ничего не стоит. Он ничего не сделал. Его никто никак не знал. Он вот вынырнул откуда-то и стал символизировать большой поворот в Америке. Мы, афроамериканцы, выберем президенты. Вот это мне глубоко неприятно. Потому что все цветные Америки, чтобы 98,5% голосовали за Обаму, не потому что он великий политик, а потому что он чёрный. И вот это я считаю чёрным расизмом и считаю, что это очень плохо. Вот примерно такое моё отношение. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok